Доброго дня! С вами канал Про Цветок и я травница Ольга Спиридонова. И сегодня я вам расскажу о том, как помочь своему здоровью, причем самым разным его аспектам, одним из самых распространенных бесплатных средств, от которых мы, дачники, избавляемся и не знаем, как избавиться, которые ругаем, которые нас кусают. Я расскажу про крапиву. Крапива – уникальное растение. Оно входит в 12 магических, считалось, самые сильные мистические растения древности, которые считались лекарством от всех болезней. Почему же сейчас мы про это забыли? Мы покупаем семена, саженцы в интернет-магазине Про Цветок, мы сажаем культурные растения на даче и вовсю избавляемся от этой кусачей, колючей гостья на наших участках, не задумываясь о том, что она может подарить нам густые длинные волосы, помочь мужчинам избавиться от возрастных проблем с простатой, женщинам спокойно уснуть, снять судороги, поднять гемоглобин, сократить длительные и болезненные месячные. И все это в совершенно легком бытовом режиме. Я немножечко сейчас расскажу вам об этом, как это можно сделать. Итак, крапива. Видов ее много, но в основном мы говорим про крапиву двудомную, кусучую, колючую, жгучую крапиву, которая растет у нас на мусорках, возле каких-то там выгребных ям, на плодородной, достаточно плодородной почве. Чем крапива хороша и драгоценна в первую очередь? В первую очередь крапива хороша тем, что ее молекула хлорофила практически очень и очень похожа на молекулу нашего гемоглобина, белка, который у нас в крови дает нам дышать, дает нам двигаться, дает греться организму, без которого мы не могли бы жить. Единственное, если в гемоглобине встроен атом железа, в хлорофиле крапивы встроен атом магния. Этот магний помогает нам снять судороги, снять стрессы, успокоиться, уснуть. Все знают, что нам магне-B6 назначают препарат, когда у нас магний с витамином B6, когда у нас какие-то судороги, когда у молодых девочек-подростков проблемы с ПМС, когда проблемы с бессонницей. Так вот, крапива все это содержит в себе. И полезнее всего в поливитаминном плане именно весенняя крапива майская, которая содержит больше всего именно витаминов. Как именно ее принимать? Оптимальный вариант. Взяли 2-3 веточки крапивы, взбили, например, на том же блендере или отжали сок. Если сок, то достаточно 1-2 чайных ложечек. Если мы взбили на блендере и отцедили вот эту великолепную изумрудную жидкость, то ее достаточно 50-70 мл. Первое же возражение, которое я слышу, когда начинаю рассказывать про волшебные свойства крапивы, а она же загущает кровь. Таки да. В крапиве содержатся витамины группы К. К1 витамин филохинон, который активнее всего именно в свежей, в живой крапиве. Но не так страшен этот витамин К, как наше незнание, как с ним обращаться. На самом деле витамин К нужен. Организм, он действительно очень нужен. У нас в нашем организме, в кишечнике вырабатывается его собрат, витамин К2. И поэтому ничего страшного в этом нет. Но в свете того, что вот сейчас у нас были три очень тяжелых ковидных года, когда у многих повышенная свертываемость крови, холестерин повышен, какие-то там склонности к тромбообразованию, нам необходимо учитывать вот эти вот все моменты. И что делать? Подключать знания, которые мы можем получить в фитошколе Дивея. Мы можем вполне добавить к крапиве какие-то кроворазжижающие травы. Самое простое и самое близкое – это листочки и веточки малины. То есть мы используем в комплексе листочки малины и листочки крапивы. Таким образом, крапива нам дарит свою пользу, но при этом не вредит своим вот этим вот повышенным кровосвертываниям. Также можно добавлять таволгу, кароасины, веточки и листочки ивы. Она тоже великолепным образом разжижает кровь за счет содержания салицилата. Итак, если мы больше крапивы не боимся, дальше продолжаем ее использовать для своего здоровья. Зачем нам нужен вот этот вот зеленый сок? Это то, что поднимает гемоглобин, очищает кровь, омолаживает кровь великолепным образом, поднимает наш уровень энергии, очищает сосуды, успокаивает. Между прочим, крапива великолепным образом укрепляет противоонкологический иммунитет. Что мы можем сделать еще из майской свежей крапивы? Мы можем сделать из нее сухие горчичники, которые всю зиму нам будут помогать лечить кашель. Причем сухой кашель, такой вот, который бьющий, как гвозди в доску заколачивает, как детский, так и взрослый. Как маленьким болеющим бронхитом деткам, так и взрослым курильщикам, например, или людям, которые перенесли тяжелый вирус. Что для этого необходимо делать? Собираем только листочки крапивы, собираем, высушиваем. Можно надеть какие-то перчаточки, чтобы она не кусала нас за руки. И измельчаем в такой вот, вот как чай, вот такого размера. 2-3-5 миллиметров кусочки. Этот порошочек мы насыпаем вот в такого размера хэбэшные или льняные мешочки, которые у нас будут закрывать грудную клетку спереди и сзади. Можно для удобства сделать такие вот лямочки, которые будут завязываться. И если, не дай бог, конечно, у нас кто-то заболел, и вот такой вот сухой кашель возникает, что мы делаем? Мы одеваем вот эти вот горчичнички, мешочки из крапивы к телу. Сверху одеваем какую-то плотную футболочку или маечку, теплую кофточку или свитерок, пьем чай патагонный, та же малина, та же ива, киприй, и под одеяло слушать какие-то лекции, сказки, музыку, в зависимости от возраста. Когда мы начинаем потеть, детки обычно говорят, ой, у меня как будто бы вот тут вот муравьи всюду бегают. Это начинают действовать наши сухие горчичники из крапивы. И где-то через 20-30 минут кашель обычно смягчается и проходит. Видите, как интересно? Семена крапивы, которые появляются где-то уже ближе к июлю, это и вовсе уникальные регулирующие гормоны средства. Может быть, кто-то слышал препараты простамолу на прост, которые помогают мужчинам в возрасте справиться со своими урологическими проблемами. Это не что иное, как экстракт из семян крапивы. Можно не покупать препараты, можно собрать семена и их экстракт, их чай из них использовать для регулярного лечения. А такие проблемы, они обычно никуда не уходят, им надо лечиться долго и регулярно. Можно использовать именно для помощи нашим дорогим мужчинам. Ну, крапива в косметике, это, наверное, известно всем. Сок крапивы или отвар крапивы, втираемый регулярно в корни волос, помогает нам справиться со своим падением волос. Будет спящие волосяные фолликулы, насыщает их витаминами, и у нас блестящие, роскошные, густые волосы обеспечены женщинам. Когда я у себя на даче, я именно так и делаю. Перед тем, как мыть голову, я взбиваю 2-3 веточки крапивы в стакане горячей воды, процеживаю, втираю в корни волос вот этот вот сок, и под целлофановым колпачком полчаса-час даю себе походить. Великолепный эффект на даче. Волосы у меня всегда выглядят гораздо более роскошными, нежели в городе. Можно совмещать это с применением росы утренней, втирать утреннюю росу вместе с соком крапивы. И у нас даже седина немножечко возьмет такой откат назад. Можно использовать крапиву для ухода за кожей. Она оказывает в виде лосьонов противовоспалительное, заживляющее действие. Если у кого-то, не дай бог, угри подростковые возрастные или какое-то раздражение на коже, можем ее использовать в моноварианте в виде лосьонов, в виде кубиков льда, как я вам уже об этом рассказывала. А можно совмещать, например, с корнем лопуха и с веточками зверобоя. Кожечка будет нежная, чистая. Мы ее избавляем от каких-то подростковых угрей, от воспалений, от трещин. А великолепным образом мы свои дачные ножки можем сделать нежными, красивыми и живыми именно с помощью крапивы. Собираем 2-3 веточки крапивы. Что у нас там под руками растет? Полыни веточка, горсть листочков березы, например. Тот же зверобой. Лично я на даче все это складываю в таз и тазик на целый день утром выставляю на солнышко. Оно стоит, настаивается. Вечером мы свои уставшие, наработавшиеся ножки опускаем прямо туда, в этот тазик с этой настоявшейся травой. 10-15 минут держим. Потом этим же жмыхом травы, как мочалочкой, протираем ноги. И у нас заживают все трещинки, все какие-то укусы насекомых, все царапинки, которые мы заработали за день. У нас размягчаются наши пяточки нахоженные. Потом мы, не вытирая полотенцем, протираем кремом ноги. И у нас всегда нежные, здоровые ножки, несмотря на наш труд на даче, несмотря на то, что мы накупили кучу саженцев в интернет-магазине про цветок, несмотря на то, что нам надо работать. Тем не менее, ручки и ножки у нас всегда таким образом при помощи крапивы нежные, здоровые. И радуют нас так же, как мы радуем вас информацией о здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok